здравствуйте коллеги с вами Сайков Роман компания Admirals и рад приветствовать вас в нашем новом видео как всегда каждый понедельник мы с вами встречаемся разбираем что произошло на неделе предыдущей обсуждаем важные события которые ожидаются на этой неделе и также проходимся по ключевым инструментам рассматриваем инструменты как для трейдинга так и для инвестиций прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк этому видео если вам нравится если не подписаны еще на наш канал то обязательно на него подпишитесь и те вопросы которые у вас появляются обязательно оставляйте в комментариях к этому видео и так эта неделя у нас может стать довольно таки интересной на этой неделе не так много событий которые будут выходить с точки зрения макро но будет одно а именно конференция джексон холл которая проходит на которой будет выступать джером пауэлл и соответственно то что он скажет на ней может безусловно повлиять на рынок но обо всем по порядку давайте начнем с общих вещей до которые сейчас на рынке происходят а на прошлой неделе мы видели также коррекцию которая произошла ее опять довольно таки быстро откупили и но практически сейчас именно европейские индексы и именно американский индекс и азиатские индексы торгуются положительной зоне ну важно отметить то что азиатский да то есть например там китайские индексы они уже находятся в падении довольно таки давно и фактически любой позитив который происходит на американском рынке он также отыгрывается и там да это тоже важно понимать но в целом что сейчас происходит да то есть ключевой момент который мы обсуждали также ранее это то как будет вести себя фрс с точки зрения сворачивания политики стимулирующих мер на повышение процентных ставок но если речь о процентных ставках может пойти через год она в следующем году в двадцать втором то уже вопрос о том чтобы уменьшить выкуп казначейских облигаций он же идет он уже обсуждается но на препятствием этого может послужить как раз а новая волна новых кейсов коронавируса да то есть новых заболеваний которые мы видим сша вот это немножко может дать возможность не сворачивать вот эту политику стимулирующих мер раньше да то есть возможно ее могли бы свернуть и в сентябре но на есть ожидание того что ее могут и сохранить поэтому на пристальное внимание будет как раз на пятницу когда произойдет вот данная конференция а в целом мы сейчас видим да если посмотреть опять же ситуацию по заражению корона коронавирусом да мы давно не возвращались к этой к этой теме но тем не менее новая волна до новые виды вируса они появляются фактически уже большое количество людей до в разных странах до разные пропорции есть которые были привиты но уже и эти люди заражаются до повторно соответственно дальше уже вот как пойдет ситуация со второй вакцинации до или еще какие меры будет принятого здесь как раз такой достаточно большой вопрос мы видим что вновь кривая по сша пошла вверх и несмотря на хороший рынок труда да то есть казалось бы восстановление экономики который сейчас происходит она на эта ситуация может повлиять на решение на фрс да если этого не произойдет то собственно рынки могут начать корректироваться да если фрс не продлить в данную политику которую планировалось свернуть если все будет идти на позитивном что называется ключе а индекс страха который мы тоже периодически возвращаемся сейчас скорректировался да на прошлой неделе мы увидели что он подрастал даже доходил до отметки 25 такое среднее значение находится 20 то есть при именно 20 мы можем ожидать планомерный рост индекса снт да внизу приведен график в сравнении с фьючерсом с и те прошу прощения испевай да на индекс широкого рынка а собственно да мы видели коррекция была как раз тот момент и опасения то есть но и индекса страха индекс викс он собственно этом фоне рост сейчас мы планомерно восстанавливаемся откупаем ту коррекцию которая была ну и собственно сейчас рынке мы видим в более позитивном ключе давайте посмотрим что происходит на рынках здесь данном случае это будет уже более понятно да и начнем из календаря по календарю не так много событий ну помимо того что пройдет джексон конференция джексон холли соответственно начнется на в четверг и выступление пола будет в пятницу но помимо этого понедельник также будут данные по продаже на вторичном рынке жилья по сша во вторник будет опубликованы розничные продажи по новой зеландии ввп германии продажи новые жилья выйдут сша я будет опубликован во вторник также заказы на базовый товар от длительного пользования будет опубликован в среду здесь мы видим что паре по ожиданиям ожидается прирост изменение запасов сырой нефти как всегда выйдет по средам ввп сша на выйдет здесь тоже ожидается но пока на прежнем уровне 6 полный процентов что а после двадцатого года выглядит довольно таки неплохо и ну как я уже сказал то есть конференция джексон холли начнется в четверг и в пятницу будет само само выступлением на паула а теперь что у нас происходит на рынках на прошлой неделе мы видели также на продолжение коррекции по паре евро доллар американский доллар мы вновь дошли до области поддержки на уровне на 1 17 1 16 80 собственно пока у нее и остановились собственно здесь мы вполне можем увидеть краткосрочную коррекцию область 1 17 60 и собственно здесь я для себя тоже поставил отложенный ордер на случай присоединение как раз в данном движении опять же это контр трендово на текущем то есть похожая ситуация как было и 12 августа то есть буду пробовать заходить если будет собственно коррекция цена дойдет думаю отложенного опера где по той цене по которой я бы вошел в эту позицию потому что ожидает там сильного роста и переха этих максимум которые были 13 августа возможно и не стоит да но то что коррекция сейчас происходит евро будет укрепляться против американского доллара в течение нескольких торговых сессий а пока сейчас мы видим это с точки зрения графика данная текущий момент а по британской валюте тоже мы дошли до области поддержки то есть те минимумы которые мы видели в марте в июне в июле и сейчас цена от этого уровня корректируется здесь я тоже по данной позиции для себя вошел рассмотрел вход оставил отложенный ордер пока цена вот не дошла дуть до него мы видели что вот ну на момент записи данного видео в течение данного часа мы опускались ниже но пока буквально пару пунктов цена до него не дошла но тем не менее в эту позицию я бы тоже зашел опять же контр ну с одной стороны да если мы берем во внимание то что у нас боковик да то в принципе позиции выглядит довольно таки неплохо но пока в течение по крайней мере последнего месяца у нас сохраняется нисходящее движение то есть американский доллар укрепляется против британской валюты поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным а пара американский доллар канадский доллар реализовал то сценарий который мы говорили даже был перехать тех уровней которые мы видели в прошлом месяце сейчас пара корректируется здесь я тоже для себя как основной сценарий буду искать покупки возможно из области 2630 куда может эта коррекция как раз прийти буду перезаходить в рамках текущего тренда который сохраняется на укрепление американского доллара на пока в шорт я входи здесь не буду так как у меня есть другие позиции которые идут контр трендово поэтому здесь по этой валютной паре я пока отложенных ордеров не ставил пара американский доллар японская иена пока здесь тоже продолжает двигаться в боковике фактически второй месяц на сохранится это движение диапазон 110 76 верхняя граница нижняя граница 109 15 в этом диапазоне мы колеблемся рассматривать входы или вблизи поддержки или вблизи сопротивления сейчас мы находимся в середине данного канала поэтому здесь я пока позиции открывать не буду а по австралийцу на прошлой неделе также было довольно таки сильное падение опять же тренд у нас нисходящее здесь сохраняется то что мы видим с точки зрения дневного таймфрейма ну ускорение прошло как раз после пробития отметки 75 75 которое произошло у нас в июне и после этого у нас движением на ускорил здесь я рассчитываю только на небольшую коррекцию то есть не на смену тренда то есть опять же как я говорю ситуация контр трендовая поэтому здесь я ну похожую позицию я буду открывать по новозеландцу сейчас я об этом покажу здесь пока не оставил отложенных ордеров но фактически здесь ситуация похоже да вот как из новозеландца по новозеландцу здесь я как раз тоже поставил отложены ордеры если цена до него дойдет скорректируется то по данной сделке я бы тоже в эту позицию вошел контр трендово опять же не рассчитывая на сильный рост возможно мы придем там в области 70 90 то есть и максимум который увидели в начале августа но скорее всего пока не более давно пробой области 70 90 он тогда даст возможность как раз на пересмотра тренда уже вновь на восходящую пока тренд нисходящий здесь сохраняется золото по золоту продолжаю держать позицию здесь я заходил на шорт пока у нас общая тенденция но в рамках последних нескольких месяцев сохраняется нисходящие были довольно таки неплохие уровни и здесь я вошел на прошлой неделе до 19 августа да собственно выходил практически по локальным максимум которые были после закрепления ниже меня в которых были 17 августа собственно сейчас я просто скорректировал стоп-лосс у меня он был за максимум 17 августа я перенес его на за максимум того дня в который я входил собственно сейчас торгуемся достаточно близко к данному но пока позицию не закрываю. Собственно, если будет обновление минимальных значений, которые были сформированы в конце прошлой недели, то это даст подтверждение, что у нас сохраняется негативный настрой по золоту. И стоит Take Profi в области минимальных значений, которые мы видели 10 августа. То есть там такая среднесрочная цель по данной позиции. С точки зрения индексов, как я уже говорил в начале, теперь посмотрим непосредственно на график, да, была коррекция, ее опять довольно-таки быстро откупили. После обновления локальных максимумов от области поддержки мы как раз отскочили. Сейчас индексы немного припадают даже после открытия сегодняшнего дня. Собственно, сейчас уже открылась, началась европейская сессия, да, мы на премаркете видели рост. Сейчас уже фактически тот рост, который был в первые половые дня, его уже откупили, ну, точнее, отпродали, назовем это так. Но американские индексы, они пока продолжают расти. Ну, понятно, что Америка еще не открылась, это еще предсессионная торговля, которую сейчас мы видим, но картина была точно такой же. Мы довольно-таки сильно просели, но опять же, насколько сильно, да, то есть здесь коррекция была в районе чуть меньше, чем 3%, то есть фактически это те же самые движения, которые мы видим каждый месяц, да, примерно в середине месяца они происходят и точно также достаточно быстро откупают. Вот здесь как раз очень многое будет зависеть от того, что скажет нам Джером Пауэлл в пятницу, как дальше себя индексы будет вести. По нефти падение продолжается, тренд поменялся на нисходящее, по крайней мере, с точки зрения 9-го таймфрейма мы это видим и ближайшие цели по снижению толпы 64-62, то есть туда инструмент нефти, да, сейчас именно продолжает снижаться. Поэтому здесь пока с покупками нужно быть аккуратным, по крайней мере, пока не произойдет какого-то смена тренда и сейчас больше видится как раз нисходящее движение по данному активу, соответственно снижение и нефтяных компаний, да, которые может произойти все эти падения как раз нефти. А по другим индексам, Dow Jones, также похожая ситуация была и на индекс S&P 500, да, была коррекция, сейчас ее откупили и в целом индекс подрастает. Насдак чуть меньше здесь была коррекция, но не было на прошлой неделе перехая исторических максимумов, вполне вероятно, что это произойдет уже на этой неделе. С точки зрения инструментов фондового рынка, опять же, здесь важно, что мы видим, да, S&P 500 находится на локальных максимумах, но если вы, как и я, используете диверсификацию в вашем инвестиционном портфеле, то мы видим, что немногие компании как раз показывают какой-то сильный рост, то есть индекс движется за счет самых крупных компаний, которые в него входят, да, Apple, Facebook, ну и другие технологичные, крупные технологичные компании, но много компаний, которые также продолжают проседать и, собственно, также мой портфель пока проседает, но, собственно, если будет коррекция, то я для себя буду какие-то акции докупать, на которых есть еще запас, да, то есть те акции, которые покупал не полным объемом, ну и, конечно, проседают акции китайских компаний. Скорее всего, я оставлю позицию также в Baidu, в Alibaba, то есть вот две, скажем так, интернет-компании, которые у меня куплены, в них, если будет еще коррекция, то я могу еще добавить Baidu по Alibaba, ну, если мы дойдем там до уровня 120 или 100, то, конечно, тоже буду еще небольшим объемом докупать, но, опять же, понимая все риски, то, что инвестиции в китайские компании сейчас, они высоко рискованы, несмотря на все мультипликаторы, которые мы по ним видим, вот эта неопределенность отношений там между США и Китаем, да, и внутреннее регулирование в Китае, оно, безусловно, дает вот эту долю риска, но, с другой стороны, когда на рынке все плохо, да, когда все падает, это, опять же, одна из возможностей, чтобы в эти активы войти, но, опять же, это не торговая рекомендация, не инвестиционный совет, так делаю я, и не обязательно, что подобный подход, да, он подходит именно вашей стратегии, поэтому всегда оцените риски, прежде чем принимать какие-то решения. Ну, а на сегодня это все, с вами был Саков Роман, всем желаю хорошей торговой недели, увидимся с вами через неделю, на этой неделе у нас пройдет также вебинар с Александром Элдером, он будет в четверг, ссылка на регистрацию будет в описании к этому видео, также приходите на этот вебинар и там уже более подробно Александр расскажет также и свое мнение о рынке и обратит внимание на те компании, которые могут быть интересны. Всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк видео, если оно вам понравилось, и увидимся через неделю, спасибо и до свидания.